Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас наконец-то будет долгожданное видео, по крайней мере долгожданное для меня. Это пустые баночки декоративной косметики за год. Последнее подобное видео я снимала ровно год назад. Это был сентябрь 2021 года. Я знаю, что многие мои подписчики не понимают этот формат. Не понимают, зачем я это снимаю, что интересного в этих видео. Но пусть даже это видео наберет 5000 просмотров, но я хочу это сделать, потому что сама люблю смотреть подобные видео. Итак, первое, что я вам покажу, это вот такой вот хайлайтер от Makeup Revolution. Я его закончила за год, и за год у меня закончился всего один хайлайтер. Я смотрю на успехи других блогеров, и я, если честно, поражаюсь. Я вижу, что они заканчивают не один, а, например, 7 хайлайтеров. Я реально не понимаю, как они это делают. У меня закончился только один. Здесь было, по-моему, 7 грамм. Мне он очень понравился. Классная упаковочка. Очень хороший оттенок. В общем, я довольна им. Следующий продукт, который я закончила, это румяна от Golden Rose. Подтенки 205. Мне они очень нравились. Такого кирпичного цвета. Крышка у меня отвалилась, но румяна мне очень нравились. Использовалась я ими где-то 8 месяцев, несмотря на то, что здесь всего 6 грамм. То есть у меня в макияже уходят они очень долго. И потом я начала пользоваться другими румяшками. Сейчас вам их тоже покажу. На замену этих румян я взяла Sleek в оттенке Coral. Вот столько у меня ушло за полгода. Думаю, что в следующем году это будет пустая баночка следующего года. Очень классные румяшки. А, нет, я ошиблась. Это не оттенок Coral. Просто Coral у меня тоже есть. Это 921 оттенок. Но я думаю, что этих румян уже нет. Их сняли с производства. Очень красивый кирпичный оттенок. Вообще румян у меня очень много. И я так раскинула мозгами. Если в год у меня будут уходить одни румяна, мне еще надо 30 лет, чтобы закончить все остальные, которые у меня есть в коллекции. Кстати, за этот год я не купила ни одни румяшки, ни один хайлайтер. Только тональные покупала. К сожалению, у меня не закончилось ни одной палетки теней. Я пыталась закончить эту, но поняла, что до конца года у меня это не получится. Эти темные оттенки у меня идут очень долго. Этот оттенок я использую для бровей, а вот эти светлые все у меня ушли. Вообще я бы хотела палетку со всеми светлыми оттенками, вот подобными я вообще не пользуюсь. Я прям заставляю себя ими пользоваться, чтобы закончить эту палетку. Ладно, этот оттенок я использую для бровей, а этот, ну в принципе, в уголок глаза можно, но я не особо любитель темных оттенков теней. И вот такая вот замученная у меня упаковка просто. Надеюсь, что эта палетка будет пустой баночкой в следующем году. Пудры. На самом деле у меня закончилось две одинаковые пудры, просто одну из них я использовала как палитру, когда делала себе рисунки на гель-лаке. В общем, такая вот пустая баночка. Это Rimmel Stay Matte в оттенке 001. Мне очень нравится эта пудра, и менять ее на что-то другое я не планирую. Это просто лучший вариант из того, что я пробовала. Стоит очень бюджетно, около 10 монат. Всем советую. Обалденная пудра. Дальше перейдем к тональным основам. Закончилась у меня тоналка от L'Oreal. Очень понравилась. В оттенке 15. Что я сделала? Я вот так вот сняла этот дозатор. Не знаю, сейчас получится или нет. В общем, не будем ломать упаковку. Я вытащила этот дозатор, и кисточкой прошлась по всем стенкам. Старалась его закончить на все 100%. Тональный достаточно жиденький, но в то же время очень хорошо скрывает все недостатки. Цвет мне подошел просто идеально. Оттенок номер 15. Rimmel Match Perfection. Не очень мне нравится. Хотя у меня был такой тональный. Я купила сразу два, если не ошибаюсь. Сначала мне оттенок не подошел, а этот уже оттенок мне подошел идеально. Но мне текстура не очень нравится. Оставляет после себя какой-то жирный блеск. В общем, я не очень довольна. Что я сделала? Я тоже открутила вот эту штуку, и прошлась кисточкой по всем стенкам. Здесь абсолютно ничего нету. Я люблю заканчивать косметику на все 100%. Правда, не все упаковки я разрезала, но все же стараюсь закончить. И, кстати, делаю это все честно. Например, у мамы за этот год тоже закончилось два тональных. Их я включать сюда не стала. Так что мой проект максимально честный. Поэтому так мало средств получилось. Еще плюс тональные. Я всегда наношу пальцами. Так получается очень экономно. Если, например, наносить кистью, то можно закончить больше тональных. И третий тональный, который закончился, он от Бейли. Я уже купила себе такой новый. Он мне очень нравится. Это лучший тональный со времен моей школы. Когда я ходила в школу, я использовала этот тон. И до сих пор я его просто обожаю. У меня в самом светлом оттенке. Вообще все тональные всегда я покупаю в самом светлом оттенке. Здесь вот такая вот штука. Но здесь уже ничего не осталось. Раньше эти тональные были в черной упаковке. А затем произошел ребрендинг. И теперь вот такая упаковочка. Закончилось у меня две туши от Essence. И сразу я купила две новые. Мне очень нравятся эти туши. Они классно удлиняют реснички. Меня часто спрашивают, какой тушью я пользуюсь. Но мне кажется, что дело не совсем в туши. У меня просто ресницы очень густые и длинные. Ну а так смысла покупать супер дорогие туши я даже не вижу. Эти справляются со своей задачей просто на ура. Я всегда покупаю именно зелененькую. Потому что у них лучше кисточка. Вам тоже советую именно ее. Всего две туши закончилось за год. Закончился один бальзам для губ. От Ariflame вот этот бочонок. Мне он очень нравится. У меня таких было штуки пять. В прошлом отчете закончилось четыре. И в этот раз закончился последний. Больше, кстати, у меня бальзамов нету. Хотя было их очень много. В прошлом году закончилось очень много бальзамов. По причине того, что я пила Ракутан. А он очень сильно сушит кожу. В частности, губы. Поэтому их нужно было увлажнять в день по десять раз. Поэтому в прошлом отчете у нас было очень много пустых баночек именно бальзамов. А в этот раз закончился только один. Но в этот раз закончилось очень много помад. Смотрите, я выковырила просто все. Такая вот красивая помада была. Она у меня закончилась. Вообще дело в том, что тональные, например, я наношу один раз в день. А помаду подправляю в течение дня, наверное, раз пять-семь. Поэтому помад в этот раз у меня закончилось очень много. От Golden Rose закончилась помада в 55-м оттенке. Это был такой красный цвет. Я его, кстати, переплавила с другой помадой. И получилось очень круто. Потому что такими красными цветами в последнее время я пользуюсь очень редко. И на мукбанках тоже как-то неуместно выглядит. А смешав ее с другой помадой, получился просто идеальный оттенок, которым я пользовалась с удовольствием. Помада от Chanel. Она у меня уже очень давно. И просто я ее хотела закончить, потому что уже поджимали сроки годности. Я даже ее выковырила. Очень красивый цвет. Было очень хорошее качество помады. Уже не знаю, как делать свочи. Либо надо вот так вот что-то. Такой вот очень красивый цвет. Блеск от El Corazon. Не помню, откуда он у меня появился, когда я его покупала. Очень крупные блестки. Даже смотрелось как-то не очень. Уже под конец еле заставила себя его закончить. Здесь очень крупные блестки. Не знаю, на камере будет ли вам видно или нет. Смотрите. Достаточно крупные блестки. Но часто у меня спрашивали, откуда у меня блеск. Что за блеск у меня на губах. Это El Corazon. Если видите, крупные блестки у меня на влогах на губах. Это El Corazon. Какой оттенок, я даже не знаю. Здесь уже нету никаких опознавательных знаков. Раз мы уже начали говорить про блески. Хочу вам показать от JADE. Или Jade, как называют сейчас. Но у нас он называется JADE. Блеск в оттенке 552 Crystal. Вот такой вот красивый цвет. Я, кстати, здесь убирала дозатор. Во многих помадах я так и делаю. Убираю дозатор, чтобы закончить прям на 100%. В общем, ничего уже не осталось. Очень красивый цвет был. Хорошая, качественная помада, которая, к сожалению, закончилась. Блеск от MAC. По большей части я использовала этот блеск как бальзам для губ. Невероятно круто. Просто увлажняла губы. Я решила разрезать. Это, кстати, единственное средство, которое я разрезала. И, кстати, очень сильно пожалела. И потом следующий блеск я уже разрезать не стала. Что смогла вытащить? Вытащила. А дальше уже решила выбросить. Когда разрезаешь упаковку, столько грязи. Везде этот блеск. Он течет постоянно. В общем, это очень неудобно. И оно того не стоит. Поэтому этот блеск я уже не разрезала. Закончилось у меня два блеска от MAC. И, по-моему, у меня остался только один. Все остальное закончилось. Еще одна помада. Это какого-то бренда, но это подделка. Я ее покупала на Алиэкспресс. Помада закончилась. Использовала до конца. Здесь не осталось абсолютно ничего. Посмотрите, какая красота. Слава богу, она закончилась. Здесь упаковка очень крутая. Помада была неплохая. Но я вообще не советую никому покупать подделки. Лучше уж купить какого-то дешевого бренда. Например, Бейли или Эссенс. Чем покупать подделку. Еще одна помада от Джефф. Ее я, кстати, смешала вот с этой от Шанель. Переплавила и использовала. Здесь тоже цвет такой светленький. Не очень носибельный. Но вместе с этой помадой получился очень крутой цвет. Я, кстати, вам тоже советую, если у вас в коллекции есть помады, которые вам не нравятся. Например, цвет не подходит, промахнулись и так далее. Берите одну светлую, другую темную. Переплавляйте. И получается цвет обалденный. Закончилась у меня всего одна подводка от Golden Rose. Мне они очень нравятся. В последнее время, кстати, не рисую стрелки. Но когда рисовала, рисовала именно ими. Кстати, рисуют. Очень странно. Вроде она закончилась. Вот так-то она, наверное, рисует. Но когда ты оформляешь глазки, стрелка получается наполовину. Наполовину ее нарисовал, а уже нет. И последнее, что я вам покажу, это карандаш. Вот такой вот малютка. Уже им неудобно было пользоваться. Очень красивый цвет от Essence. Совсем чуть-чуть осталось. Малюсенький грифель. Я, кстати, видела у других блогеров. Они покупают специальную такую штуку и допиливают ее до конца. Но я решила уже не заморачиваться. Хотя цвет невероятно крутой. Вот столько пустых баночек у меня получилось. Я почему-то думала, что будет много. Но зато все честно и без обмана. И у меня очень много средств, которые наполовине, которых осталось совсем чуть-чуть. Поэтому думаю, что уже в следующем году будет гораздо больше пустых баночек. Видео, снятое в прошлом году, в позапрошлом году, я вам оставлю в инфобоксе. Переходите и смотрите, если вы тоже, как и я, любите этот формат видео. На этом все. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока.